Здравствуйте, мои любители кулинарии! Сегодня мой любимый возвращается с командировки, и я решила приготовить пасту с морепродуктами. Это такое легкое, изысканное, почти королевское блюдо, и готовится оно всего лишь 30 минут. Я не зря остановилась именно здесь. Мне очень часто задают один и тот же вопрос, какую сковородку лучше купить, чтобы она дольше служила. У Метро есть отдел профессиональной кухни. Идите сюда смело, здесь огромный выбор правильных сковородок. Они тяжелые, они вам прослужат очень долго, и стоят они здесь действительно очень недорого. Вот такую вот большую сковородку я возьму, в ней удобно готовить различные соусы для паст. И здесь правильное антипригарное покрытие, она тяжелая, с толстым дном, и будет служить вам очень долго. Единственное условие, вам придется использовать прихватку, потому что здесь такая специальная профессиональная ручка. Итак, паста. В Италии все виды макаронных изделий называют пастой. Даже смешные вот такие вот бантики. Их называют фарфали. Мой сын их очень любит. Но сегодня я не буду их брать. Я возьму обыкновенные вот такие вот спагетти. Это самые распространенные макаронные изделия, которые известны, мне кажется, каждому человеку на планете Земля. Я всегда выбираю пасту из твердых сортов пшеницы, потому что не хочу поправиться, и потому что ее можно приготовить правильно. Степень аль денте – это когда она чуть-чуть недоварена, то есть не переварена. Берем. Эту пасту называют итальянцы паста димары. И, кстати, это самое любимое блюдо Моники Белуччи. Ну и мое тоже, если честно. Итак, наша паста с морепродуктами. Я здесь. Они представлены прекрасно в метро. Вот такие вот свеженькие мидии, буквально недавно привезенные из Италии, продаются также в моем любимом городе. Но только ведрами. И когда я их покупаю, я очень долго и нудно их очищаю от водорослей, камушков. Здесь же они уже очищены, свеженькие, со следами морской соли на панцире. Буквально пахнут морем. Можно, пожалуйста, взвесить? Итак, креветки. Я беру вот такие вот королевские. Если бы я готовила для девочек, то можно было бы взять креветки и помельче. Но мужчинам нужно кушать побольше белка, поэтому я выбираю вот такие вот красивенькие, свежие. Если у креветки вот такая вот темная голова, это значит, что в ней содержится икра, и она еще гораздо более полезна. Единственное, что вам нужно знать, это то, когда вы будете готовить эту пасту, вам нужно разрезать будет по хребту острым ножом и достать не в такую темную нитку, перед тем, как готовить ее. Можно, пожалуйста, еще креветок? Спасибо. Спасибо. А как же? Конечно, придем. Из морепродуктов нам осталось купить только гребешки. Они продаются здесь замороженными. Это не страшно. Если они правильно замораживались, то в качестве своем они не потерялись. Я беру вот такое вот небольшое количество. Мне этого будет достаточно. Что нужно знать у гребешка? Гребешки – это мышца моллюска. И в своем составе они практически на 100% состоят из белка. Они богаты витамином В12 и йодом, пахнут морем. И это практически самый нежный морепродукт. Готовить их нужно очень деликатно. Они готовятся по 30 секунд с каждой стороны на разогретом масле. Этого достаточно для приготовительной подготовки. Потом они еще будут доготавливаться вместе с остальными морепродуктами. Этого количества будет достаточно. Берем и идем покупать овощи. Помидоры. Черри, вы где? Вот они. Я их обожаю за то, что они сладенькие и имеют такой вот изящный размер. Такой вот веточки нам будет вполне достаточно. Они будут участвовать у меня еще в презентации. Поэтому я очень аккуратно кладу эту веточку, чтобы они остались такими вот зелененькими хвостиками. Так, специи, вы где? Теперь чили. Одного достаточно. Базилик, ты где? Ну какой же роскошный. Ну я же просто растаяла сейчас и буду, я не знаю, плакать от счастья. Посмотрите, какой красивый. Мне кажется, что он красивее, чем любой букет самых красивых цветов на свете. Свежий, сочный. И он будет дольше храниться, потому что он продается собственной корневой системой. Аккуратненько. И петрушка. Петрушка у меня уходит очень быстро, поэтому я беру такой вот большой плотненький пучок. Пока никто не видит. Нам сюда, в отдел Бакалеи. Я когда вижу все эти баночки, я хочу готовить сразу много-премного. Еще для соуса нам понадобятся вот такие вот томаты. Они продаются очищенными уже от пленочек и в собственном соку. Если у вас есть домашние, консервированные, они тоже подойдут. Еще их называют итальянцы пилати. Так что ищите такое вот название на упаковках. И последний ингредиент, который нам будет необходим для соуса, это вот такие вот каперсы. Это не распустившиеся бутончики цветков каперсника. Вот такие вот большего размера, такого же цвета зелененького плоды каперсов тоже продаются. Не перепутайте. Нам нужны вот такие вот мелкие. Они имеют более насыщенный вкус и аромат. Берем их. Я иду за вино, и нужно оно для того, чтобы приготовить соус. Пока мы идем выбирать вино, я расскажу вам, как готовить эту чудо-пасту. Первым делом нагрейте хорошенечко сковородку с оливковым маслом. Добавьте туда несколько зубчиков чеснока. Очистите его, придавите слегка и достаньте сердцевинку. Именно она дает вот этот неприятный чесночный привкус. После этого добавьте туда несколько веточек тимьяна. Подогрейте хорошо масло и начинайте обжаривать морепродукты. Каждый морепродукт нужно обжарить по 2-3 минуты, не больше. Это предварительная подготовка. Гребешки должны быть нежно-золотистого цвета. А напомню вам, что креветки нужно обязательно очистить и достать эту темную нитку, которая находится в том месте, где хребет. После того, как вы обжарили все морепродукты, достаньте их. Возьмите свежие помидоры черри на веточке и обжарьте их буквально по 2-3 минутки, как бы проворачивая эту веточку для того, чтобы вы могли их очистить от пленочек. Они будут у нас участвовать в презентации. После того, как вы обжарили все морепродукты и помидоры черри, добавьте в эту сковородку 100 мл белого сухого вина. Мы как бы дегласируем это масло, которое участвовало в обжаривании морепродуктов и помидоров. После этого добавьте туда помидоры пилати, предварительно их измельчив. Буквально 2-3 помидоров будет вполне достаточно. Мы уже начинаем готовить с вами соус. Посолите его, поперчите хорошенечко, добавьте туда петрушку, базилик, предварительно измельчив хорошенько. И не забудьте о перчике чили, он придаст остроту и пикантность этому блюду. После всего этого добавьте все морепродукты, которые вы предварительно обжарили. Дайте потомиться буквально несколько минут, добавьте туда пасту, перемешайте все хорошенечко, накройте крышкой буквально на 1-2 минуты и подавайте быстренько к столу. Это блюдо очень-очень вкусное, я спешу уже быстренько его готовить, потому что буквально через полтора часа мой любимый возвращается из командировки. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч в метро! Субтитры создавал DimaTorzok